В начале февраля Netflix выдал второй сезон сериала «Нарко Мексика». Технически сезон пятый, но так как первые три сезона акцентировали внимание на Колумбии, а в прошлом сезоне действие переехало в Мексику, сериал решили отделить, сделав этакий спин-офф. В общем, на фоне полного отсутствия классических гангстерских фильмов, приходится довольствоваться латиноамериканскими наркобаронами. Не сказать, что замена равноценная, но выбора все равно нет. Иногда завозят каких-нибудь ирландцев, но это скорее жалкая тень прошлого величия, смотреть на которую сквозь слезы довольно тяжело. А тут стало быть ожидаемый новый сезон с Диего Луна и прочими мексиканскими гражданами, умеющими выглядеть как наркобароны. С вами Грин, поехали! Многие зрители считают, что сериал стриминг-сервиса Netflix сильно сдал после окончания арки с Пабло Эскобаром в конце второго сезона. На мой взгляд, это не так. Ну или не совсем так. Просто сериал стал немного другим, что на самом деле неплохо. Третий сезон лишился харизматичного суперзлодея, но в нем отлично себя проявил актер Педро Паскаль, сыгравший демократически настроенного полицая. Казалось, дальше будет не хуже, ведь за всеми этими разборками наркокартелей следить интересно. Со стороны, конечно же, сидя в мягком кресле. И четвертый сезон, уже без Паскаля, но с Майклом Пенней, сильно не просел, что удивительно. Да, Диего Луна не Вагнер Молара, но паренек выглядел своеобразно, чем и подкупал. Плюс его неплохо оттеняли пары граждан, вроде Хоакина Косио и Тенеча Уэрта. И это первая проблема нового сезона. После того, как Дон Нетто с Рафаэлем заехали в прекрасную мексиканскую тюрьму, не осталось в кадре фактурных граждан. Была надежда на парней из Синалоа, которые в реальности почти людоеды, но здесь вместо них какой-то хор венских мальчиков. Все остальные новички еще хуже, а те, что и в прошлом сезоне были в категории «Ну, сойдет», теперь повылазили на первый план. Это не относится к Хосе Марии Яспику, но ему прописали такую отличную и, главное, логичную сюжетную арку, что в финале даже немного стыдно смотреть было на то, как его превратили в рояль в кустах. Лично я очень ждал пятый сезон, надеясь на то, что градус разборок выйдет на новый уровень и увеличится и без того немалый масштаб сериала. Но создатели проекта по какой-то причине пошли превращать сериал «Нарко Мексико» в Санта-Барбару. И это вторая проблема нового сезона. Все мы знаем об этих новомодных трендах, которые захватили Голливуд в последние годы. Но конкретно «Нарко» они по какой-то причине обходили стороной. Обходили до пятого сезона. В этот раз избежать этой заразы сериал не смог. Честно говоря, я не знаю, в чем причина того, что в пятом сезоне в телешоу столь мощно увеличили количество сильных и волевых во всех плоскостях. Но из седьмой серии нового сезона «Нарко» стало смотреть уже просто невыносимо. Ибо пошло твориться какой-то фэнтези в перемешку с мылом. У каждого героя мужского пола появилась какая-нибудь проблема, в которую обязательно оказывается втянута дама. И ладно бы это было прописано хорошо и качественно. Но нет, все проблемы наваливаются внезапно. Ибо просто потому что. Вся ветка сокосты – какой-то лютый детский сад. Гражданином, которого боятся и уважают все вокруг, крутит какая-то американская гражданка. И именно с ней приходится иметь дело бравым буржуйским борцам с наркотрафиком. Ну а как иначе? С бывшей женой Диего Луны совсем цирк устроили. Первую половину сезона она чуть ли не слюной брызжет во время того, как бедный Луна мнется где-то в пределах видимости. А вторую по какой-то причине проникается к нему чувством искренней симпатии. В последней же серии, повинуюсь толковому сценарию, она вновь начинает брызгать слюной. Ведь ее муж совершенно неожиданно оказывается наркобароном. Бедная, бедная женщина. Хотя скорее бедные сценаристы. Сколько мощных пилюлик им приходилось принимать выдавливая подобное, остается только догадываться. Вот тетенька ведущая Диего Луной во время президентской кампании хорошая. Ибо она вполне реалистична. Хотя и на нее падает тень внезапной атаки сильных и волевых на весь сериал. И это далеко не все гражданки, которые заехали в сериал в этом сезоне. И которые играют далеко не последние роли в сюжете. Возможно дело не только в трендах. А создатели хотят привлечь сериалу женскую аудиторию. Но зачем делать это так грубо и масштабно не ясно. Ведь когда-то в фильмах тоже были сильные и волевые женщины. И эти тетеньки часто были умнее бегающих рядом дяденек. Взять тех же мистера и миссис Смит. Там же очевидно Брэд Питт балбес. А Джоли спортсменка, консомолка, умница, красавица и далее по списку. Была с этим у кого-то проблема? Нет конечно. Но сейчас о таких фильмах не принято вспоминать. Сейчас модно говорить, что раньше такого не было. И стало быть нужно пихать сильных и волевых даже туда, куда они в силу реалий не пихаются. Может дело в том, что аудитория у сериала сокращается, что заметно по более скромному бюджету сезона. Количество натурных съемок уменьшилось в разы. Теперь большинство разговоров происходит в помещениях, а пара перестрелок в сериале уровня у нас тут есть пара долларов. Ну и да, нынешние борцы с преступностью уступают всем прошлым. Скут Макнери неплохой актер, но на роль первой скрипки он не тянет. Казалось в прошлом сезоне Майкл Пенни был не сильно удачным выбором. Но теперь, оглядываясь назад, даже он кажется вполне сносным. Есть уверенность, что подобные повороты сыграют с сериалом нехорошую шутку. И следующий сезон, если он будет, станет для Нарка последним. Слишком сильно проект сдал в последнем сезоне. Не сказать, что основная его проблема масштабная фэнтези с толпой тетенек. Но если бы ее не было, возможно силы сценаристов были бы брошены в другие места. И сериал, в котором должно было начаться лицо со шрамом, не превратился бы в дерзких и красивых. Шестой сезон я естественно посмотрю, но ждать его уже не буду. Есть мнение, что в нем мощных поворотов станет еще больше. Да и история Эль Чапа и картеля Синалоа, которая явно должна была выводиться на первый план, особого интереса уже не вызывает. Ибо харизматиков там нет. В нынешнем же сезоне для полного боекомплекта не хватило только твиста с чьей-нибудь амнезией. Ну а что, гулять так гулять. Ведь жутко гениальный план Диего Луны, с которым он выступил в финале сезона, по уровню и силу ударов по лицу не сильно далек от подобного. Сериалы часто становятся хуже от сезона к сезону. Но у Нарко был козырь в лице совершенно разных наркобаронов и местах действия. То есть вечной проблемы с растягиванием основной сюжетной линии на 22 сезона здесь не могло быть изначально. Но создатели мощно выкрутились и нашли свой путь. Похвально. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...